Всем привет! С вами Кекс и сегодня я хочу вам рассказать об очень оригинальном рецепте макарон. Это очень вкусное пирожное. Некоторые считают, что его делать мега супер сложно. Я расскажу несколько тонкостей, которые вам помогут в этом и делать это пирожное просто, без всякой лишней мороки. Рецепт вы можете переписать здесь, можете переписать я внизу, оставлю его обязательно вам в описании. Миндальная мука у меня здесь покупная. Единственное, сито было чересчур мелкое, мне пришлось немножко повозиться, просеивая эту миндальную муку. Ее нужно обязательно просеять. Если она хорошая у вас, то у вас не будет отходов. Если у вас будут все-таки отходы, тогда нужно будет чуть-чуть добавить, то есть вы покупаете чуть больше заранее миндальной муки. Ее можно в принципе делать в домашних условиях. Вот я видела несколько видео о том, как делать миндальную муку. То есть это кофемолка, единственное, взбивать долго не нужно, чтобы масло не отделялось. И периодически просеиваете, отделяете сразу муку. Точно так же сюда в миндальную муку я просеяла и сахарную пудру. И теперь это все перемешаю до однородности, чтобы оно у меня было без всяких комочков именно миндаля. Теперь мне нужно было состарить белки, поэтому белки я пропустила сквозь сито. У меня, вы видели, там в сите внутри осталось немножко белка. То есть как раз у меня вышло в общем 150 грамм белка. Вот, и вот он остался вот такой вот жидкий. Теперь половину белка мне нужно добавить не взбитым, а половину белка я буду взбивать. Вы, кстати, можете состарить белок просто в холодильнике. То есть этот белок, грубо говоря, вынять из яйца. И оставить его на несколько суток просто стоять в холодильнике. Или на сутки стоять при комнатной температуре, предварительно накрыв пленкой и сделав несколько дырочек в пленке. Чтобы никакая пылючка туда не попадала. Теперь перемешаю я свою миндальную пасту, так сказать, сделаю. Вам вначале может показаться, что она довольно плотная, но за счет того, что тает сахарная пудра, она у вас станет намного жидче. И вы перетираете. Удобнее всего это все-таки делать вот такой вот силиконовой лопаткой. Она очень хорошо перетирается. Вот такая довольно жидкая текучая масса получилась. Ее мы пока отставляем. Если у вас будут макарончики одного цвета, вы добавляйте краситель прямо на этом этапе. Особенно если он у вас сухой. Пускай вы добавите, он там пару минуточек у вас постоит. Чтобы хорошенько растворился. И вы еще раз перемешаете. Теперь мне нужно будет заварить сахарный сироп. Для этого я добавляю воду, сахар и ставлю на огонь. У меня есть термометр, поэтому я воспользуюсь им. Мне нужно довести мой сахарный сироп до температуры 118 градусов. А остальную половину белка, которая у меня осталась, тем временем я начну взбивать. Так как воды здесь немного, именно в этом рецепте я налила. Поэтому плюс-минус быстро у меня доведется до определенной температуры мой сироп. Как раз вот взбился мой белочек. Он не получается прям таким супругими пиками, потому что он взбивается без сахара. Он такой как мягкая пена получается. Я вот меряю температуру. Удобно, когда кто-то еще помогает. Чтобы у вас нигде не перебился белок и не переварился сироп. Довела я свой сироп и теперь я начну заваривать белок. Этот рецепт у меня именно на итальянской меренге. То бишь сейчас мы делаем итальянскую меренгу. Макарончики на такой меренге более устойчивы, не плывут. Не так оседает этот белок, когда мы будем вымешивать. То есть на самом деле удобней именно так. И взбиваем белок еще где-то минуток 5 приблизительно, чтобы он хорошенько подостыл. И такие у него появились пики хорошенькие. И теперь будем порционно добавлять белок в нашу миндальную сахарную смесь. Добавляем вначале по чуть-чуть. А потом уже больше и больше. Просто для того, чтобы облегчить нашу массу. Она сразу вот становится такой эластичной, красивой, легкой и воздушной. Очень долго вымешивать не нужно для того, чтобы наш белок не упал. И масса все-таки была очень нежной и легкой. Но в то же время нужно хорошо перемешать, чтобы равномерно распределился миндаль. Не было никаких комочков. Если вам нужно красить в разные красители, советую не вымешивать до самого конца нашу смесь. Я вам покажу. Я ее немножко не домешала, чтобы потом, когда я буду перемешивать уже эту смесь с красителем, она у меня не стала слишком уж жидкой. Потому что если мы долго вымешиваем, она с каждым движением лопатки становится у нас все более жидкая. И нам нужно понимать, что наши макарончики не должны растекаться по противню. Я разделю массу свою на несколько частей. Именно для того, чтобы можно было потом окрасить ее в разные цвета. Эта часть у меня будет желтенькая. Я добавляю сюда как раз именно сухой пищевой краситель, которому нужно немножечко постоять, для того, чтобы хорошенько раствориться. Я вот немножечко сейчас перемешаю. И потом оставлю эту смесь постоять буквально минутки там две, для того, чтобы мой краситель набрался влаги и хорошо растворился. И потом уже перед самым наполнением кондитерского мешка перемешаю пару движений лопаткой, сделаю еще раз. Вот я начинаю перемешивать. Вы видите, уже смесь становится намного ярче, более желтая. Такой цвет насыщеннее становится. Конечно, в желтой емкости не сильно это заметно. Вот. И начинаю заполнять свой кондитерский мешок. На самом деле, макарончики делаются проще, чем кажется. Не слушайте никого. Единственное, отсаживайте макарончики строго вертикально, для того, чтобы они были у вас круглые. Отступите хорошо, чуть побольше, чем я, потому что у меня все-таки потом несколько макарончиков слепилось вместе. Кстати, еще, во многих рецептах пишут, отставьте на 15 минут, чтобы они у вас подсохли. Брехня. Простите. У меня они стояли час и больше. Вам нужно, чтобы они реально хорошо, эта шляпка высохла и стала абсолютно не липкой. Абсолютно. Она стала настолько корочкой. Иначе они у вас растрескаются. Потом ставите их вот остывать. Ну, не остывать, а высыхать, я бы даже сказала. Вот реально на час, не бойтесь их оставить. Ну, конечно, вы можете отсадить два макарончика, попробовать их из печи, если они не растрескаются, печи уже все остальные. У меня будет начинка малиновый ганаш. Вы можете сделать таким образом любой ганаш. Я взяла замороженную малину, разморозила, перетерла ее сквозь сито, взяла часть сливок. И буду варить такой себе малиновый сливочный хироп. Вот у меня. Вы берете все по своему вкусу, столько, сколько вам нравится. Единственное, смешать потом шоколад и малиновое сливочное пюре. Можно вообще без сливок, можно без малины, можно с персиковым пюре. В общем, как вам нравится. Абсолютно мешайте в любых пропорциях, как вам нравится. Нравится вам просто, чтобы слегка пахло малинкой, добавьте чуть-чуть. У меня там много. У меня сливок, наверное, вышло, я не знаю, может, грамм 30 сливок, а все остальное было малиновое пюре. Тут единственное, важно, чтобы количество шоколада было больше, чем фруктового пюре, потому что иначе у нас эта смесь будет жидкая, она будет вытекать с наших макарончиков и держать их кучи не будет. Выливаем горячую смесь на шоколад. Малиновое пюре у меня немножечко покипят для того, чтобы еще оттуда водичка испарилась. Заливаем шоколад, и он вот минуточку стоит, и вот он сразу поплыл, абсолютно сразу. И перемешиваю до однородности. Теперь эту смесь оставлю остывать при комнатной температуре. Потом поставлю в холодильник, для того, чтобы она стала плотнее, и можно было заполнить кондитерский мешок для того, чтобы начинить мои макарончики. Смесь не получается очень перитарно-сладкой, таким образом можно придать вкус любым макарончикам. А наши макарончики я отправила в духовку на 140 градусов на 12-15 минут до момента, как бы, что шляпка не ездит по нашей юпочке. Правильный макарон должен быть ровненький, сверху не растресканный. Ширина юпочки должна равняться ширине вот этой вот шляпки. Единственное, у меня духовка газовая, они у меня получились немножко внизу, чуть более зажаристые, чем сверху. Вот, а у вас, если, особенно у вас электрическая, вам бояться нечего. Смотрите, вот какой получился у меня малиновый ганаш. Он еще слегка подостынет в холодильнике. Я потом советую, после того, как вы наполнили макарончики, уже поставить их в каком-то контейнере в холодильник, еще постоять, для того, чтобы хорошо схватился ганаш. И вот так просто наполняю, тоже строго по центру ставлю точечку из ганаша. И вот так вот закрываю. Он отлично держит наш макарончик. Получается вот такой вот красивый. Я уверена, что у вас все получится. На самом деле, все проще, чем вам кажется. Обязательно пробуйте, экспериментируйте. Если вдруг что-нибудь не указало, спрашивайте в комментариях, всегда отвечу. Ставьте пальчики вверх. Делитесь моими видео с друзьями. Была рада рассказать вам и этот рецепт. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok